Про наш, то Архангельский край, столько всякой неправды да напраслины говорят, что вот я придумала сказать всё как есть. Вот всё, что не скажу, всё правда. Так эти соврать-то не дадут, сколько земляков здесь собралося. Ой, всю сушую правду скажу. Вот, к примеру, Двина, она в узком-то месте 35 верст, а в широком-то шире моря. Да, вот ездим мы на ней по льдинах, на льдинах вечных. И у нас-то и леденники есть. Такие люди, которые ледяным-то промыслом живут, льдины с моря гонят да давают в прокат кому желательно. Вот запасливые-то старухи в вечных льдиных проруби делали. Сколько годов-то держится прорубь? Ой, весной-то, чтоб за напрасно льдина-то не таяла. Её на погребицу затаскивали. Ну и квас, пиво, студили. А тебе какое дело убью, вот как лектов наделаю? Ну, так продай мне. Старговались все за две копейки. Домой явился. Мама, я котейка купил. Вот мать-то ругалась и гудела до вечера. Ну, опять приходит время за пенсии идти. Вышла копейка прибавки. Ну, идёт. А мужичок кто? Змею давит. Ну, мужичок, ну что вы всё время животных-то тираните? А вот, змея давим, купи. Ну, за три-то копейки продал змея. Ну, даже бумагу завернул. Ну, и змея-то провещилась отчеловеческим голосом. Ваня, ты не спокоишься, что меня выкупил? Я не просто змея. Я змея-скоропея. Ну, Ванька с ею поздоровался. Домой-то заходит. Мама, я змея купил. Ну, матка-то язык-то с перепогу заранила, на стол забежала, только руками трясёт. А змея-то затянулась за печку и говорит. Ваня, я тут-то буду помешаться, пока хорошая квартира не отделана. Ну, вот так и стали жить. Собака бела да кошка сера. Ванька с мамой да змея-скоропея. Ну, а мать-то этой скоропея не взлюбила. Кобеда не зовёт, по отчеству не величат, имени не спрашивают. А выйдет змея на крылечке-то посидеть. Так матка-то Ванькина ей на хвост каждый раз наступит. Скоропея не хочет здесь жить. Ваня, меня ваша мама очень обижала.